На базе лицея номер 4 города Чебоксары прошла 8-я летняя физкультурно-спортивная спартакиада среди команд по месту жительства. На торжественном открытии соревнований с напутственными словами и пожеланиями выступил министр физической культуры и спорта Чувашской республики Сергей Шалтуков. Хочу вас всех поздравить с праздником, с праздником спорта, с праздником здоровья. Хочется вам пожелать успешного выступления, чтобы вы представили свою улицу, свой двор в самом лучшем виде. В этом году в состязании спартакиады приняло участие 12 команд из городов и районов республики. Таких как Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, АллатРь, Вурнары, Марпасад, Цивильск, Козловка, Новочебоксарск, Красные Считаи, а также АллатРьский, Канашский, Чебоксарские районы. Начальник управления физкультуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары Александр Малов пожелал всем участникам честной и бескомпромиссной борьбы. Сегодняшнее мероприятие – это не только спортивное соревнование, на котором вы должны показать определенный результат. Это еще и возможность познакомиться, пообщаться, поинтересоваться мнениями соперников, как обстоит дело с проведением учебно-тренировочных процессов во дворах. Может быть, вы что-то возьмете для себя новое, может быть, что-то лучшее. И думаю, что именно с этого мероприятия вы уедете в хорошем настроении, удовлетворенный своим спортивным результатом. Программа «Спартакиада» проходила по четырем видам спорта. Соревнования по стритбаскету среди девушек, мини-футболу среди юношей, легкоатлетической эстафете и перетягиванию каната среди юношей и девушек и состава команды. Целью таких мероприятий является пропаганда и популяризация среди подростков здорового образа жизни, а также выявление самых сильных команд по месту жительства. Яна Чираева из города «АллатР» впервые участвует в подобных соревнованиях, но, несмотря на это, чувствует себя очень комфортно. По ее словам, настроиться на победу помогает сплоченность и командный дух. Яна рассказала о том, как проходила подготовка к «Спартакиаде». Подготовка была усилена, так как настрой боевой. Я не хочу проигрывать. Команда у меня тоже очень замечательная. И мне кажется, что мы сегодня хотим одержать победу. Мария Батькова и Ирина Гаврилова из Канаша совсем недавно начали заниматься легкой атлетикой. Но благодаря своему упорству и труду уже показывают неплохие результаты. Мы старались не останавливаться, упорно занимались. То есть у нас была своя цель, к которой мы шли и шли. Мы очень хотели занять призовое место на вот этой «Спартакиаде». И надеемся, что так и будет. По итогам всех состязаний в общекомандном зачете победу одержала команда города Канаш. Ей достался главный приз поездка в физкультурно-оздоровительный центр «Росинка». Второе место заняла команда города Новочебоксарска. А замкнули тройку лидеров представителей «Цивильска». Этим двум командам достали сертификаты на отдых в оздоровительный лагерь «Белые камни». Команды победителей в отдельных видах спорта были награждены кубками и медалями. А их участники – медалями и дипломами. Кристина Емельянова, Сергей Михеев. Жизнь столицы.